Ну, я сразу, я вижу уже. На елочный базар Гузель Чернышева выбралась хотя бы сейчас. Пока еще можно выбирать. На Новый год отборных елок может не остаться. Постепенно, когда покупаешь, ну, как-то меньше народу бывает. И уже в последний день не надо бежать все покупать. Да и по ценам. На базаре можно сторговаться, но это вряд ли получится в магазинах, считает Виталий Качеев. На елке нормальные цены. Деда Мороза дорогие, зараза. У новогодней тематики самые востребованные позиции. Поэтому мандарины, елки и Деды Морозы – все это на прилавках. Но чего-то особенного уже придется хорошенько поискать. Хотела еще купить красную рыбу, но здесь я не нашла. В магазинах тоже нет, здесь тоже пока нет. За пару дней до Нового года можно уже начинать ходить пешком. За оливье и шампанским горожане едут на своих машинах, тем самым забивая даже самые крупные парковки города. Торговые центры не вмещают желающих. На парковках свободных мест нет уже несколько дней. За продуктами приезжают фургонами. Чтобы новогодний стол был богатым, корзины заполняются почти до отказа. К чему ведут такие застолья, не понаслышке знают в аптеках, куда после Нового года бегут спасаться от переедания. Больше желудочные препараты берут все-таки, улучшающие пищеварение. И в основном, как и говорила, антипростудные препараты. Это номер категории апартамента, это номера повышенной комфортности. И даже эти дорогие номера, они заняты на Новый год. А вот туристы будут отмечать праздники в фешенебельных номерах. Казанские отели рапортуют. Свободных мест нет с первого по второе. И снова битком. Гостиницы будут с третьего по седьмое. В Казань на Новый год едут европейцы. Меню подобающее. Будут итальянские мотивы в меню. Понятно, что если Италия, то это и вино в том числе. От изысканных вечеров к среднему чеку. Сколько обычно тратят на новогодние праздники, никто не дает точных цифр. Но по наблюдениям психологов, в это время поднимать цены всегда проще. Приподнятые настроения, крупные компании, магазины, большие сети, торговые, они подогревают это состояние. И очень большая часть прибыли их приходит именно в это время. Поэтому людей провоцируют на то, чтобы они делали такие покупки. Вот такая она предновогодняя истерия. Успеть все, чтобы с 31 декабря по 7 января. Новогодний стол не оскудел. Главное во всем знать меру. Ведь все праздники, как бы это ни было грустно, рано или поздно заканчиваются. Рамиль Шайдулин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.